Дорогие братья и сестры Живущих на этой земле Мы не лучше других людей, братья и сестры Нисколько, но милость Божья проявляется к нам в том Что мы, доверившись Ему, свои жизни посвятили Господу И Он по милости своей воспитывает нас И ведет нас к вечности, которая приготовлена для всех любящих Его Господь да благословит нас Мое желание сегодня передать слово, братья и сестры Может быть, в какой-то степени необыкновенное Но, тем не менее, оно нужное, оно необходимое Это слово будет направлено к бабушкам и к дедушкам Мы каким-то образом чаще говорим к молодым людям Мы стараемся, чтобы через наше служение, пение, проповеди Они получали определенное воспитание Хочу сказать, братья и сестры, как дедушка Мы тоже нуждаемся в воспитании И не будем никогда думать, что мы прошли этот процесс И нас уже не касаются воспитательные проповеди Наблюдая, слушая, беседуя Я пришел к выводу, что это очень и очень важно И хотел бы некоторыми мыслями поделиться с вами, братья и сестры Пришедшие в дом молитвы Находящиеся здесь в хоре Левит Там тоже есть по статусу уже и бабушки, и дедушки Но в силу каких-то причин, в общем, мы понимаем Так вот, бабушки и дедушки, это слово каждому из нас Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла Первая глава, начальных пять стихов Второе послание к Тимофею, апостола Павла Первая глава, начальных пять стихов Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа По обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью Что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью И желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих Дабы мне исполнится радости Приводя на память нелицемерную веру Твою Которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике Уверен, что она и в Тебе Аминь Вот такое слово апостол Павел, вводимый Духом Святым Записал в послании к служителю, к Тимофею И поэтому необходимость, важность вот этого слова Она налицо, братья и сестры Потому что эта истина, она имеет место на страницах священного писания На страницах Бога вдохновенного слова Мы так об этом читаем, что все писание Бога вдохновенно и полезно для нашего научения, для нашего ободрения и так далее Наше время, дорогие братья и сестры, время последнее И я нисколько не сомневаюсь в этом Почему? Потому что все, что происходит в этом мире, с одной стороны, это Божьи суды Давайте не будем отмахиваться рукой и просто говорить Да нет, всегда это было Нет, не всегда То, что происходит сегодня во всем мире, в каждой стране Не всегда это было, это время последнее Это Божьи суды, дорогие друзья Народы бушуют сегодня И мы это видим Мы живем в этой атмосфере И только те, кто не обращают внимания Не пытаются как-то познакомиться с последними новостями Они могут находиться в беспечной спячке Я хотел бы, чтобы мы с вами пробудились, дорогие друзья Помутнение разума у людей сегодня налицо И мы не можем это оспаривать Мы не можем на это закрывать глаза Почему? Потому что каждый из нас является светом в этом мире Мы являемся солью среди людей, живущих на этой земле И поэтому очень и очень важно На основании Священного Писания Мы сегодня соглашаемся Что у людей превратный ум У людей превратный ум, братья и сестры Мы не можем на это закрывать глаза И мы должны провозглашать эту истину в этом мире Превратный ум, что это такое? Это ложный ум Это ум, извращающий истину Это ум, называющий белым черное И называющий черным белое Это ум, дорогие друзья, превратный И мы должны сегодня об этом говорить Сегодня весь мир, простите Весь мир поставлен на колени, но не перед Богом Поставлен на колени, но не перед Богом И это ужасное отступление И, конечно, за это грядет Божье наказание И Божьи суды И поэтому Церковь, дорогие друзья Святой Божий народ, избранный Он должен, понимая эту истину Провозглашать Евангелие И проповедовать Слово Божие Беззаконие умножается Мы это видим с каждым днем И, кажется, никаких преград, никакого предела Я знаю, что некоторые скажут из верующих Но это относится к миру Это нас не касается Братья и сестры Позвольте, может быть, некоторых огорчить Приведя на память некоторые слова Это слова Иисуса В 24 главе написаны Народ на народ Царство на царство И многое другое И заканчивается часть этого повествования Из уст Господа Следующими словами По причине умножения беззакония Во многих охладеет любовь Это не касается слова неверующих, друзья Это слово касается каждого из нас У кого охладеет любовь? У некоторых людей? У отдельных личностей? Нет У многих охладеет любовь Это очень серьезное предупреждение Уже пророки придут и прельстят Кого? Некоторых Отдельных людей Написано И прельстят Многих Так говорит Слово Божие Придут под именем Иисуса Христа И прельстят Кого? Некоторых И опять стоит слово И прельстят Многих Я хотел бы, чтобы это слово Сегодня Как обоюдоострый меч Пронзило сердце мое Чтобы мы могли Не оказаться Среди спящих Равнодушных И не обращающих Внимания На все то Что происходит в мире Происходит в христианстве В это последнее время Кто-то скажет А я стою Перед Господом Твердо Хорошо Слава Богу Я рад за тебя Дорогой брат и сестра За тех, кто в зале За тех, кто у экранов Я рад, что вы стоите Но позвольте В глубоком смирении Перед Богом Передать вам Одно предупреждение Записанное На страницах Евангелия Святым Апостолом Павлом А слово Это предупреждение Оно следующее Если стоишь Берегись Чтобы не упасть Если стоишь Это одна сторона Это все нормально Это слава Богу Но есть опасность Дорогие друзья И я хотел бы Чтобы мы Вспоминали примеры библейские Вспоминали примеры жизненные Книга Есфир Четвертая глава Есфир достигла Престола царского Это было высокое положение Это было особое положение Это женщина У престола царского Но Дорогие друзья Она должна была Предупреждать Божий народ Предупреждать власти О том Что замыслил сатана И нам не безызвестны Его умыслы Есфир Достигнув престола царского Выполняла свой долг Братья и сестры Возлюбленные Господа Мы достигли Престола царского Да-да Мы во Христе Посажены на небесах Мы сыны И дочери Бога Всевышнего Это величайшее положение По его милости Незаслуженное нами Дорогие друзья И мы этому радуемся И за это Слава Богу Но достигнув Престола царского Достигнув спасения Что нам нужно делать? Кто будет говорить Людям погибающим В этом мире? Кто будет предупреждать Наших сыновей Наших дочерей Наших внуков О тех опасностях Которые грозят им Только что Вступившим Может быть В эту сложную Жизнь Которая будет Преподносить им Очень серьезные уроки И ставить перед ними Серьезные задачи И это обязанность Каждого из нас Достигнув престола царского Предупреждать О тех опасностях Наших детей Наших внуков Друг друга И вообще Братьев и сестер Речь не идет о служителях Мы рядовые члены церкви Знаем лучше Чем сами служители Их обязанности Что они должны делать Как они должны вести Как проповедовать Чему учить Это мы знаем лучше Мне кажется Чем присвятера Но мое слово Сегодня не к ним Мое слово ко мне Я дедушка Мое слово сегодня К братьям и сестрам Понимаем ли мы Ответственность И ощущаем ли мы Ее перед Богом В это последнее И лукавое время О нашей роли В семье Тогда встанет вопрос А что такое семья Ну я не буду вдаваться В подробности Когда вы будете изучать Этот вопрос Семьи обозначаются По-разному В этом мире Есть простые семьи Куда входят Родители и дети Это самая простая семья Есть сложная семья Куда входят родители Куда входят дети Куда входят бабушки Дедушки Братья со своими женами И сестры По плоти Со своими мужьями Вот это сложная семья И я думаю Что мы с вами Это понимаем Дорогие друзья То есть Несколько поколений Входят в семью И мы должны Никогда Об этом Не забывать Моя задача Не заниматься Братья и сестры Исследованием Культурных направлений Ценностей Приоритетов В семьях В разных народах Это не моя задача Хотя И такие исследования Могут быть полезными И назидательными Мое желание Говорить вот о чем Если бабушка И дедушка Являются членами семьи Или входят в состав семьи То тогда вопрос Какова наша роль Бабушки и дедушки Какова моя роль в семье Где есть дети Где есть внуки Где есть другие члены Составляющие мою семью Я должен говорить И понимать И возвещать другим Какова задача моя Не просто роль Какую я играю А какова моя задача Возложенная Богом На меня Дорогие друзья А она возложена Мы должны это понимать Я должен понимать И говорить хочу Какую ответственность Несу я Во-первых Перед Богом Да, братья и сестры Наша ответственность Не кончается Ответственность Дедушек и бабушек Когда мы воспитали Своих детей Отдали их замуж Женили Помогли купить дом И на этом все Нет, дорогие друзья Ответственность наша Продолжается И она будет до тех пор Пока мы будем Живы Перед нашим Господом Я хочу, чтобы мы Все это понимали Потому что Каждый член семьи Начиная от мужей и жен От отцов и матерей Бабушки и дедушки Поставлены Богом Каждый На свое место И вот на этом Своем месте Мы призваны Выполнять то Что Бог Поручил Для каждого из нас Итак Несколько мыслей Что мы можем Передавать Чему мы должны Учить Какая наша Ответственность Первое На что я обращаю Внимание Это самое важное Я считаю Это передача Передача живой веры В живого Бога Бабушки и дедушки Передача живой веры В живого Бога Это наша С вами Ответственность Мы много чего Передаем нашим детям Нашим внукам Сыновьям Дочерям Многое чего И многое желали бы передать Но вопрос для меня сегодня Смог ли я передать Вот эту живую веру Моим детям В моей семье Как дедушка Передаю ли я ее Вот эту веру В живого Бога Павел пишет Об этом Мы с вами прочитали Из послания к Тимофею Он пишет Что у него была Нелицемерная вера У Тимофея была вера Нелицемерная Друзья мои Но эта вера Которая была В сердце Тимофея Она имела Глубочайшие корни В прошлом И эти корни Уходили В жизнь Его матери И эти корни Глубокой веры Они уходили В сердце Его Бабушки Вот оттуда Начало Было Этой нелицемерной веры Которая была В сердце Тимофея Я хочу Чтобы сегодня Мы понимали Просто так Само по себе В жизни христианина Ничего не происходит Просто так Вера Не переходит Сама по себе Как бы По инерции Нет Дорогие друзья Там должно трудиться Там должно что-то делать Должно произойти Очень многое Чтобы вера моя Как вера дедушки Как бабушки вера Могла быть передана Передана Домочадцам Членам моей семьи В которой И я Нахожусь Дорогие друзья Безусловно У бабушки Евники У них Или у нее Было влияние У бабушки Лаиды Было влияние На свою дочь Евнику И конечно На внука Тимофею Далее Мы с вами Прочитали Вера бабушки Была Нелицемерной То есть Она была Искренней Поверьте Братья и сестры Какого бы возраста Мы ни были И как бы мы ни считали наших малых детей Поверьте В одну истину Они очень хорошо различают Искренность моей веры И ее неискренность Бабушки и дедушки Проверим сегодня себя Испытаем самих себя Наши домочадцы Члены нашей семьи Они точно определяют Искренность и неискренность Нашей веры Они точно определяют Чистосердечие Нашей веры Как это было И в жизни Бабки Лаиды Дорогие друзья Они точно определяют Притворяюсь ли я Верующим Или становлюсь верующим Когда мне выгодно Или Чистосердечная вера Это то Что мы Дедушки и бабушки Должны Передавать Членам семьи В которой мы Находимся Друзья мои Я хочу чтобы этот сигнал Услышал сегодня Каждый из нас Потому что это очень И очень важно Это наша ответственность Братья и сестры Это сигнал нам Далее Вера бабушки Была Ее Жизненным Принципом Вера бабушки Была Жизненным Принципом Ее То есть она Никогда не отступала От этих Принципов В воли Божьей В самых малых вещах Она старалась поступать Так Как должно И это имело силу Это имело успех Это имело действие В жизни И дочери ее И внука Тимофея Братья и сестры Когда я об этом Размышляю Вы знаете Сердце начинает Трепетать Действительно ли В моей жизни Моем следовании Моем служении Вот вера Является Является Жизненным Принципом В самых мелких Вещах И в самых Серьезных Но это важно Это то Что мы должны Как дедушки и бабушки Передавать Домочадцам Наших домов Обратим внимание На следующее Что касается Веры бабушки Это нелицемерная вера Обитала В сердце бабушки Так мы прочитали Которая обитала В бабке твоей Лаиде Друзья мои О чем это говорит Это говорит о том Что вот эта вера Жила В сердце И в жизни Бабки Лаиды Друзья мои Не просто время от времени Приходила Не просто время от времени Проявлялась Но она была Жизненным принципом Постоянно Она обитала В сердце бабушки Братья и сестры Бабушки и дедушки Это слово К нам Что обитает В моем сердце Что его наполняет Стоит ли на первом месте Вот это огромное желание Передать Вот эти библейские принципы Моей жизни Которые должны были быть По крайней мере Я хочу, чтобы мы Об этом помнили Евангелие Луки Восьмая глава Тринадцатый стих И дальше Там речь идет О многих видах Земли Куда было брошено Семя И вот одно Семя попало На каменистую почву И там сказано Взошло быстро Все хорошо Но Моей жизни Дорогие сестры Поколения Семейных традиций Основанных На живой Вере В Бога Не просто Традиции Народные А традиции Основанные На живой Вере В Бога Дедушка Ты слышишь Это слово? Это твоя обязанность Бабушка Это твоя обязанность Передать семейные Традиции Основанные На библейской Живой Вере Это наша обязанность И мы должны Никогда Этого Не забывать Автором Создания Семьи Является Бог Он конструктор Его правила Его принципы Семейной жизни Они единственно Правильные В этом мире Во все времена Начиная с Едемского сада И они закончатся Когда Мы будем там В царстве Бога Отца Это единственно Правильные принципы Как поступать Бабушкам Дедушкам Мужьям Женам Это тема Другая Мы много Об этом Слышим Почему я Об этом Напоминаю Потому что Браки Семейная жизнь В наше время Деформированы Простите Не боюсь Этого слова Деформированы И браки И понятия Семьи Они Извращены Сегодня Просто До неузнаваемости И возможно Где-то Порвано было Это звено Когда мы Как дедушки И бабушки Забыли Выполнить Свою миссию Которая была Богом Возложена На каждого Из нас Поэтому Сегодня Я хотел бы Чтобы это слово Достигло Наших сердец Много Говорим Молодым людям Но как хочется Чтобы больше Говорили И себе Больше Проповедовали И себе Это очень И очень Важно Поэтому Чтобы библейские Правила И принципы Передавали Из поколения В поколение Бабушки И дедушки Нам нужно Понять И принять Нашу ответственность И эту Величайшую Истину Дорогие друзья Это Наша С вами Обязанность И еще Обязанность Бабушек И дедушек Поддерживать Семейную Сплоченность Ответственность Бабушек И дедушек Поддерживать Семейную Сплоченность Что это такое? Это тесное Сближение Двое Станут Одною Плотью Это моя Ответственность Теперь объяснять Показывать На примере Как дедушки Что означает Иметь Эту Семейную Сплоченность Это тесное Сближение Это атмосфера Единодушия Мы должны Ее сеять Мы должны Ее создавать Прости Господи Что не всегда Это получается Но это Моя Ответственность Это моя Обязанность И каждого Дедушки И каждой Бабушки Это дружба Внутри Вот этой Сложной Семьи Когда Несколько Поколений Из разных Семей И может быть Из разных Народов Они должны Создать Атмосферу Эти дружбы Мы нередко О ней Забываем В этом мире Все человеческие Отношения Нормы Поведения В семье И вообще Во всем Они Крутятся Вокруг Собственного Я Давайте С этим Согласимся Начиная С моей Личной Жизни Мое Я Дороже Мне всего Начиная Жизнь В семье Дороже И важнее Для меня Чем Мое Я И угождение Мне Оно Бывает Нечасто Друзья мои Мое Я Это то Что доминирует И это Разрушает Институт Семьи Равноправие Независимость Свобода От всего И от всех Это то Что насаждается Сегодня В умах Людей Дедушки И бабушки Наша ответственность На опыте Своей жизни На примерах Своей жизни Показать Нашу Зависимость От Бога Во-первых И наша Зависимость Друг от друга Как мужей И жен Мы должны Поддерживать Эту семейную Сплоченность И последнее На что хочу Обратить внимание Друзья Это Единственный Или один Такой важный Момент Еще О котором Мы не всегда Помним В семье Где несколько Поколений Есть хорошая Возможность Для обучения Я В семье Где несколько Поколений Это хорошая Атмосфера Для обучения В чем Она заключается Первое Взаимное Уважение Там есть люди Пожилые Есть люди Средних лет Есть люди Дети Совсем Маленькие И вот Взаимное Уважение Это то Чему мы Можем Научиться Вот в этих Семейных Очагах Это признание Старших Младшими Это признание Младших Старшими Когда Некоторые Поколения Вот в этой Сложной Семье И мы должны Учиться Вот этому Признанию Мы должны Учить Других Эмоциональной Поддержки Да-да У молодых Людей Иногда Эмоции Зашкаливают Простите Они у Стариков У нас Иногда Зашкаливают Простые Эмоции И мы должны Оказывать Вот эту Поддержку Чтобы эмоции Не возобладали Не увели Нас куда Но чтобы мы Помогали Вот этому Христианскому Становлению Всем членам Нашей семьи Друзья мои Это развитие Доверия Это развитие Взаимопонимания Это все то Что возможно И нужно И необходимо Иметь В наших Семьях И я думаю Что сегодня Есть о чем Подумать Есть за что Поплакать Есть за что Попросить Прощения У нашего Господа Чтобы он Исправил Наши ошибки И помог нам Выполнить Своё назначение В этом мире И взять на себя Эту ответственность Дорогие друзья Это образовательно Воспитательная Функция Это школа Где мы Учимся Все Бабушки И дедушки Мы Должны Детей И внуков Учить Тому Что им Пригодится Когда Они Вырастут Мы когда-нибудь Думали об этом Учить детей Тому Что им Пригодится Когда они Вырастут Думаю Что не всегда Это получается Бабушки Должны Учить Женской Мудрости А не Хитрости Я Не согрешаю В этом Я Правду Учу Мудрости А не Хитрости Это Ответственность Бабушки В том числе И дедушки Дедушки Должны Учить Страху Господню Я Этому Учу Я Не хромаю В этом Или я Повинен Можно Было Продолжать Дорогие Друзья И Должны Мы Помнить Всегда И бабушки И дедушки И папа И мамы Бабушки И дедушки Никогда Не заменят Родителей Поэтому Переложить Ответственность Только на бабушку С дедушкой Это ошибка Или взять Эту ответственность Как ответственность Родительскую Это тоже ошибка Вот это Координация Вот это Так сказать Составляющая Вот это Соединение Это очень важно И если мы Желаем об этом Господь Поможет нам Нам следует Доверять Детей Богу Но следует Воспитывать Их Для Бога Не можем Все Переложить На Бога И не можем Взять Все на себя Как самые умные Доверить Богу И воспитывать Для Бога Итак Три вещи Запомним Их Это передача Нелицемерной Веры Бабушки И дедушки Это передача Библейских Семейных Традиций Которые Озвучены На страницах Писания Это Поддерживать Семейную Сплоченность Это Моя Задача Моя Ответственность Вместе Всем Будем Учиться В Его Божественной Школе Он Приглашает Нас Туда Пусть Господь Поможет Нам Эти уроки Взять Для себя Выучить Их И исполнять Нашей Жизни Слава Господу За все Аминь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова